С 12 по 18 февраля в нашем округе зафиксировано 21 дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии два человека пострадали, 40 транспортных средств получили повреждения. Основной вид ДТП прошлой недели – столкновение. Подробности аварии, которая случилась на повороте из Боровска в центр, нам рассказали в ГИБДД. По улице Черняховского со стороны проспекта строителей двигался автомобиль Ниссан под управлением 35-летнего водителя, который на регулируемом перекрестке улиц Черняховского и Молодежной, по предварительной информации, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 54-летнего водителя. В результате аварии никто не пострадал, машины нуждаются в помощи автомехаников. Всего за минувшую неделю дорожные полицейские пресекли 173 нарушения правил дорожного движения. Среди них вождение в нетрезвом виде, нарушение правил обгона, езда бесправ, переход проезжей части в неустановленном месте и другие. Госавтоинспекция Сарикамского округа напоминает, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. Невыполнение водителям требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, является административным правонарушением, предусмотренным частью 2 статьи 12.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и влечет за собой наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей. Напоминаем о нарушителях ПДД, можно и нужно сообщать по телефонам, которые сейчас вы видите на своих экранах. Анонимность гарантируется.